Россияне продолжают наступать в районе Курахова и Селидова, а также готовят наступление на юге. Северокорейцы в РФ проходят тренировки перед отправкой на войну в Украину, а в оккупированном Гуганске взорвался автомобиль. Я Екатерина Ковальчук. Это итоги 18 октября от команды новостей Донбасса. Ставьте лайк, мы начинаем. Армия РФ активно продолжает штурмовать позиции ВСУ в районе Курахова. Но, как пишут аналитики Дипстейт, на Максимилиановку оккупанты бросили более 30 единиц техники и большое количество пехоты. Правда, как пишут эксперты, более половины единиц были уничтожены или серьезно повреждены. Кроме того, россияне опубликовали кадры со своими флагом, заявляя о полном взятии Максимилиановки. Видео было сделано в центре села, однако информация о полном контроле над населенным пунктом пока отсутствует. Впрочем, до взятия под контроль западной части села осталось, видимо, недолго. Кроме того, армия РФ штурмует севернее по линии поселков Острое Островское, постоянно посылая туда пехоту для дальнейшего продвижения. Особо заметно здесь численное преимущество россиян в пехоте, технике и артиллерии. Однако битва на этом отрезке еще продолжается. О том, что российская армия пытается давить из оккупированного Островского на Курахова, пишет и военный журналист Богдан Мирошников. Там заболоченная местность и сезон дождей. Россиян это не останавливает. Пока на участке в районе взорванного моста Курахова действует преимущественно ДРГ, но оккупанты, очевидно, будут наводить понтонные приправы, потому что техника через те болота вряд ли пройдет. Еще я бы следил за маневрами врага южнее Максимилиановки. Очевидно, что они попытаются обойти село и двинуться прямо на Курахова. Также враг пытается усилить давление на Новоселидовку и Измайловку. Там ВСУ пока еще стоят в обороне, но их силы на исходе. Об этом пишет военный с позывным «Мучной». Надо стараться удержать этот рубеж, иначе могут попасть в окружение Горняк и Кураховка. Также враг накапливает силы на юге от Селидова. ДРГ противника уже забегали в Вишневые и обнаруживали наши позиции и слабые места. Это свидетельствует о том, что скоро может произойти удар противника. Дополнительно они смогли продвинуться на юге от Селидова. Десант россиян высадился с западней железной дороги и занял посадку. Вместе с этим Институт изучения войны отмечает, что украинские войска недавно смогли продвинуться возле Торецка и Покровска, а россияне вблизи Часовьяра и того же Покровска. Только российские силы прошли вперед на юго-восток от города, а украинские силы на восток. Также известно, что ВСУ недавно восстановили незначительные позиции вблизи Николаевки. А россиянам удалось занять новые позиции в Цукурином. Кроме того, россияне, похоже, готовятся к новому наступлению на юге Украины, которое может начаться уже на следующей неделе. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, сейчас наблюдается накопление войск и техники без маркировки в Запорожской и Донецкой областях. Цего тижня трохи ми бачимо сповільнення переміщень, при тому наприкінці минулого тижня навпаки ми бачили достатньо активну фазу всіх цих переміщень. Про що це каже? Це каже про те, що повноцінні підростіли вже сформовані, вітерновані і злагоджені на території Російської Федерації. Вони заючають на територію Пологівського і Пологівського району Запорізької області. Вони тримаються подаль від, тобто не на першій лінії фронту, це не ротація, це саме накопичення певних резервів для майбутніх спроб продовження наступальних операцій. Также, по словам Андрющенко, в лагерях начались подготовительные мероприятия. Речь идет об обучениях на полигонах вокруг Мариуполя і в районе Бердянска. Если вы, наш зритель, находитесь на оккупированной территории или в России, где заблокированы для чтения независимые СМИ, в число которых входят и новости Донбаса, то вот вам один из способов, как обойти блокировку. Загрузите и установите браузер Сина, чтобы иметь доступ к правдивым независимым информационным ресурсам. Инструкцию, как это сделать, мы оставим по ссылке в описании этого видео. В центре захваченного Луганска взорвалась машина. Как сообщат российские паблики, взрыв произошел возле Дома культуры на улице Обороны. Водителя автомобиля забрала скорая. Как пишет российский телеграм-канал Астра, в машине находился начальник штаба по службе войск и безопасности военной службы ЦПО майор Дмитрий Первуха. В результате взрыва Первуха получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков. КНДР направила в Россию для войны против Украины 12 тысяч военнослужащих. По данным агентства Reuters, Пхеньян решил развернуть четыре бригады, включая подразделение специального назначения, и переброска войск уже началась. Южная Корея считает, что отправка войск Северной Кореи в Россию представляет собой серьезную угрозу безопасности для международного сообщества, на которую Сеул отреагирует всеми доступными средствами. Эту информацию сегодня подтвердил и глава украинской разведки Кирилл Буданов. Правда, он сообщил, на востоке России проходят подготовку не 12, а 11 тысяч северокорейских пехотинцев. По его словам, к 1 ноября они будут готовы воевать в Украине. Первый отряд из более чем 2,5 тысяч солдат отправится для ведения боевых действий в Курск. Где будет использоваться другая часть войска, пока неизвестно. У нас сейчас нет полной картины. Кроме того, сегодня в сети появились кадры с военными КНДР, которые уже тренируются в России. Примечательно, что видео снято через отверстия в бетонном заборе. Скорее всего, российским военным запрещено снимать солдат Северной Кореи открыто. Их миллионы тут. Вот новые подкрепления. Сразу после публикации этих кадров осин-специалистам удалось установить место съемок. Судя по всему, обнародованные кадры были сняты в Сергеевке Приморского края, где дискоцируется 127-я мотострелковая дивизия Восточного военного округа РФ. А это все на сегодня. Как всегда, ждем ваши комментарии. Поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин